Уровень богатства воронежцев оказался ниже, чем в целом по России. Согласно данным Росстата, в регионе в семье с двумя детьми после всех необходимых трат остается прозапас 27 тысяч рублей. Тогда как в среднем по стране эта цифра составляет 44 тысячи рублей. Что думают по этому поводу эксперты и сами жители столицы Черноземья, узнала Галина Жукова. Для многих воронежских семей дилемма, какую сумму оставить прозапас, вообще не стоит, так как их расходы превышают доходы. Между тем, наш город достаточно контрастный, где наблюдается социальное расслоение общества, где одни жируют, а другие просто выживают. У нас несколько социальных групп, которые находятся за чертой бедности и в пределах этого пограничного состояния. Но у нас есть группа очень состоятельных людей, в том числе и депутатов, которые имеют крайне высокие доходы. Ну а среди депутатов много бизнесменов. И, разумеется, самым состоятельным являются их жены. Это не только, конечно, воронежские показатели. Это, например, есть в Брянске, потому что самый состоятельный человек в Брянской области – это жена губернатора. Поэтому, естественно, что у нас есть наличие полярности в доходах. По наблюдениям экспертов, около половины населения воронежцев тратят больше, чем зарабатывают. Причем львиная доля расходов приходится на коммуналку и еду, не говоря уже о других непредвиденных тратах. Аптеки, лекарства – это вообще. Ребенок заболел, все, это семейный бюджет пошел кончаться. Я думаю, что средняя семья должна получать не меньше 100 тысяч рублей в месяц в наше время, потому что очень дорого стоит. Очень дорогие продукты, очень дорогая коммунальная плата. А по факту в среднем воронежцы получают 20-25 тысяч. Понятно, что при таких зарплатах шоковать уже не приходится. Ну вот один человек, наверное, по крайней мере, 25 тысяч минимум должен получать, когда нету больших никаких трат. Только вот квартира, питание и все. А что-то мы можем отложить про запасную? Нет. Ни в коем случае. Таких денег нет. У меня, например, в моей семье не получается. Поэтому приходится думать, потому что в другом месте взять негде. Я на пенсии, муж работает. Еще идти работать нет возможности. За последние пять лет количество семей с низким доходом продолжает расти. А вот покупательская способность населения, наоборот, стремительно падает. Если не брать во внимание статистические показатели, потому что наша статистика, она занимается украшательством ситуации, поэтому мне представляется, что как минимум порядка 50-60% всех воронежских семей, они находятся в таком пограничном состоянии, когда им хватает только на питание, на оплату коммунальных расходов. Это, кстати, очень хороший показатель порядочности и ответственности людей. И на только необходимые нужды. Неудивительно, что из 85 субъектов Российской Федерации по уровню доходов Воронеж занимает 37 место. Для сравнения, самые богатые семьи в нашей стране живут в Ямало-Ненецком округе. Здесь семья с одним ребенком может сэкономить порядка 144 тысяч рублей в месяц без учета потраченных средств на коммунальные услуги и питание. А вот сложнее всего, по данным Росстата, живется в Кабардино-Балкарии, где семьи с одним ребенком могут отложить на черный день не более 6 тысяч рублей в месяц, тогда как у нас эта цифра составляет 35 тысяч. Пусть это будет утешением для тех, кто считает Воронеж городом бедняков.